Саламы, дорогие! Сегодня мы поговорим о творении турецких инди-разработчиков Stormlink Studios, которые взяли за основу всех своих проектов произведения Лавкрафта. Это не первая или вторая попытка с их стороны, а как именно это получилось в Канариум, давайте посмотрим. Релиз июня 2017 года, а значит мы смело можем рассуждать об испытании временем и актуальности такого жанра игр на все времена. Давайте каратенечко пробежимся по сюжету. Вы играете за Фрэнка Гилмана, который оказывается в непонятной комнате, освещенной каким-то светом и, конечно же, совершенно одни. Пляской смерти по стенам расползаются узоры света от необычного устройства на столе. Вы помните лишь то, что вы на полярной станции, почти у самого южного полица, участвуете в экспедиции со своими коллегами. Но, так как вокруг не души, что-то вам подсказывает это не к добру. Поняв, что вспомнить ничего не удастся, вы начинаете чувствовать в себе невъяснимую беззащитность, какое-то знакомое, но в то же время чуждое ощущение, будто вы не принадлежите себе. Вскоре вы обнаружите, что использовав это устройство во время экспедиции, вы погибли, но вернулись каким-то другим. Вас начинают терзать странные воспоминания о необычных местах. Получается, что Канариум — это леденящая душу игра по мотивам захватывающей истории с духом новеллы «Крипт и безумие» Лавкрафта, в которой четверо ученых пытаются постичь то, что считается абсолютной гранью возможных. Звучит неплохо. Именно с такими мыслями я добавлял игру в вишлист, а потом уже и покупал по скидке. На деле же я ощутил какие-то смешанные чувства, но обо всем по порядку. Самый главный минус для меня — в игровом процессе не то, что нет динамики, так все происходящее как-то сильно грузит тебя. Реальное ощущение, что удовольствия от прохождения не получаешь сравнимо с походами на нелюбимую работу изо дня в день. Я до последнего надеялся, что это пройдет, что ближе к финалу сюжет и повествование в совокупности с картинкой охватит меня полностью, поглотит и не даст продохнуть от происходящего на экране. Я ошибался. С каждым часом мне все сложнее давалось прохождение, а перечитывание кучи записок переставало удерживать внимание на деталях. В голове терялось нить повествования, хотя сама история не сказать, что плоха. Смесь всего Лавкрафта и его последователей, рептилоиды, войны рас, говорящие андроиды, меланхолия и безумия, древние боги и, конечно же, галюны. В описании нам обещали множество концовок, но по факту же мы имеем всего две. Вариативности прохождения нет, все головоломки выстроены для линейного повествования, а их сложность не представляет какого-то высокого уровня. Опять же, если вы не новичок в данном жанре. Для их решения надо взаимодействовать с окружением, обращать внимание на детали и, конечно же, явно выделенные элементы предметов. Если что-то будет не совсем понятно, то всегда можно опираться на описание вещей в инвентаре. В целом интерфейсы управления понятны, несложны и максимально сделаны для игрока. Классическое лутание ящиков и шкафов тут тоже присутствует, но опять же минимально. Возможно, действительно правильно сделать ограничение на взаимодействие с предметами мебели, чтобы игрок не отвлекался от основной идеи. Но для меня всегда было важным аспектом данного жанра игр обыскать каждый угол, даже если там просто фигурки, которые можно повертеть или рассмотреть. Тут же, например, при наличии двух одинаковых столов, ящики одного из них не будут открываться, а те, которые открываются, не будут наполнены даже обычной текстурой ничего-либо. Там будут лежать книги, папки, но от обычных вещей, которые могли бы там валяться, разработчики решили отказаться. Визуал же в целом неплох, опять же для 2017 года. В нынешнее время глаза не режет, оптимизация хорошая. Работа со светом могла бы быть гораздо лучше. Присутствуют очень сильные вспышки и непонятные отражения, даже если выкрутить гамму на минимум. Локации сменяются, нам дают возможность бродить не только на станции в закрытых помещениях, но также и под открытым небом, как в галлюцинациях, так и в неведомых мирах. В целом, от внешнего вида продукта я остался доволен. Что же мы имеем по итогу? Интересное приключение, хотя для меня оно оказалось каким-то слишком душным. Стоит ли брать? Советую только по скидке, ведь фулл прайса в 710 деревянных оно явно не оправдывает. Для ознакомления и геймплея на 4-5 часов пойдет, тем более, что все ачивки закрываемые, а сохранения позволяют прыгать по главам так, что общий прогресс сохраняется. Вот такое вот мое мнение о Канариум. На этом моменте у меня для вас на сегодня все. Как обычно, пожелаю играть только в хорошие игры, поддерживать разработчиков и их проекты, ну и по возможности активно участвовать в развитии и жизни индюх. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и ждите в скором времени новые обзоры на интересные проекты. Спасибо за просмотр, всех обнял, приподнял, до новых встреч!